Друзья, привет! Хотел бы с вами сегодня поделиться историей, которая произошла со мной в реальном времени и в моей жизни, связанная с инвестицией в себя. Итак, многие знают, а кто еще не знает, я читаю книгу «Магия утра. Как первый час дня определяет твой успех». Почему я читаю эту книгу? Потому что у меня были некие проблемы с ранними подъемами по утрам на протяжении долгого времени. Допустим, я мог встать в 5, 6, 4 утра, допустим, вставать неделю и потом пропадала какая-то мотивация. Не то чтобы мотивация, но я просто не мог вставать. И поэтому я купил эту книгу, чтобы исправить ситуацию и между делом она действительно помогает. Итак, читаю книгу, буквально 3-4 дня назад произошел случай, читаю книгу и вычитываю из нее, что по утрам рекомендуют делать медитацию. То есть, не то чтобы прям такие там садиться в позу лотуса и проводить какие-то невероятные ритуалы. Не про это. Просто побыть в тишине с самим собой и просто подумать. Просто помедитировать о будущем, почитать про себя какие-то аффирмации, повизуализировать. Просто побыть с собой. Я вычитываю и думаю, блин, как мне это раньше в голову не пришло вставать по утрам и просто уделять минут 5, 10, 15, неважно, минуту, чтобы просто закрыть глаза и просто подумать, побыть собой. Раньше так делал, но опять-таки все это куда-то исчезло в течение какого-то времени. И я понимаю, что, блин, да, надо медитировать по-любому, мне это, я это очень хочу делать. И так я решаюсь, думаю, ладно, все, начну медитировать. И как всегда, эта мысль, идея просто улетучивается. Улетучивается, и я про нее, по-моему, забываю. Просто, ну, она у меня есть в голове, но я о ней как особо не вспоминаю. И тут я лазаю в инстаграме, листаю истории, и тут не попадается между историями реклама, приложение Meditopia, его многие знают. Возможно, видели, не знают, просто видели. И там минус 50% акция. То есть подписка на год стоила 900 рублей. 900 рублей. Я сижу и думаю, блин, вселенная реально работает, что это не то, что не о том, что это прослушивается с телефона, как ты водишь в гугле, там, медитация, потом у тебя это везде абсолютно. Либо ты как, ну, это не прослушивается, это вселенная, друзья, это вселенная, и это работает. И я думал, блин, офигеть, 900 рублей на год, это не такие большие деньги, это даже не полгода, это не месяц, это целый год. То есть год, который я прожил сейчас, он длился очень долго. Но это в лучшем случае. И я думаю, блин, да, по-любому, надо брать, надо брать. Сейчас я это где-нибудь запишу, оставлю и чуть позже возьму. Я подумал, блин, может быть, взять после 1 января начать год правильно. Думаю, окей, все, с 1 января начинаем. И вот буквально позавчера я моюсь в душе, и ко мне приходят мысли типа, блин, 900 рублей. Все-таки это 900 рублей. Может быть, все-таки лучше взять рекламу, что мне действительно нужно, или какую-нибудь там еще карту памяти на фотик, либо же накопить и взять еще хороший звук на камеру, либо же, блин, взять питание на камеру, или еще что-нибудь, или взять штатив. Вот такие мысли приходят, приходят, приходят. Типа, блин, 900 рублей можно реально куда-нибудь круто вложить в другое дело. И потом отдаю себе отчет просто, мужик, что ты делаешь? Что ты сейчас говоришь? Ты принял решение, и уже как чертов, блин, неудачки какой-то начинаешь отговорки какие-то искать. Я думаю, что ты делаешь? Тебе это не нужно. Ты принял решение. На данный момент тебе сейчас нужна медитация, и ты должен принять окончательно это решение, и ты его уже принял, и отговорок никаких не должно быть. И я понимаю, все окей, надо брать по-любому. Начинаю выписывать в план на день, на следующий день, что надо оформить подписку на это приложение. Но все равно мысли-мысли крутятся, что, блин, 900 рублей. И потом я выписываю это в план на день. Сейчас я вам покажу, друзья, даже. План на день. Мы смотрим. Пункт 3. Пункт 3. Подписка. Подписка на медитопия. На сегодняшний день я должен был уже ее оформить. Я захожу в это приложение, скачиваю приложение с App Store, и мне высвечивается, что подписка стоит 1799 рублей. И тут я понимаю, блин, все, нет, отмена по-любому. Такие деньги я не готов, походу, в это инвестировать. Я нахожу эту акцию и с чистой душой, с осознанным чувством. Не то, чтобы там, блин, ах, капец, 900 рублей. Так неохота, но это, наверное, тоже надо. Нет, не так. Я с осознанностью решил, что мне это действительно нужно, и я это хочу сделать. И я это сделал. Я оформил подписку на 900 рублей на год. И вот как раз-таки про 1799. Я смотрю и думаю, блин, 1799 это много. Но что такое 900 рублей? 900 рублей это 75 рублей в месяц, чтобы понимали. 1790 это 150 рублей в месяц, буквально. Но меня смутило опять-таки, что походу я не готов инвестировать 1800 рублей в год. И сейчас я размышляю. Если тебе действительно нужна медитация, ты вольешь туда любые деньги. Просто даже сейчас, даже сейчас я не уверен, что я бы пошел и оформил подписку за 1800 рублей. Но при вас говорю, я бы это сделал по-любому сейчас. Потому что я проверил и посмотрел это приложение, и действительно, кайф. Сегодня я провел первую медитацию, это просто восторг. Это просто восторг, я вам клянусь. Кладу руку на сице, это просто восторг. Такого я не испытывал давно. И к чему это все? К чему я рассказывал эту историю, которая случилась со мной? Вчера, вчера это был прорыв. Я называю этот день прорывом. Потому что я оформил, я сделал этот шаг. К чему эта история? Потому что, друзья, не жалейте, даже вот если у вас есть такое чувство, что, блин, окей, поймал, так дешево, надо брать. Все окей, все нормально, все чисто, но дешево, надо по-любому брать. И в итоге вы натыкаетесь на такую тему, что, блин, походу, типа, упустил момент, где найти эту скидку или акцию. И поищите, возможно, найдете. Но если вы не находите ту акцию на что-то, что вам действительно нужно в жизни, но вы думаете, блин, не, дорого, пока лучше я не буду брать. Потом как-нибудь. Берите, берите, потому что это упущенная возможность. Это упущенная возможность. Вот то, что я нашел ту акцию и не оформил подписку за 1800, это называется... Я не верю в Зене, я не верю в удачу и тому подобное, но... Скажу, что именно с этим повезло, что я нашел эту акцию, но все, что не делается, все к лучшему. Но именно с этим пусть будет так, что мне повезло. Если вам не повезло, то делайте и рискуйте это, ибо это инвестиция в себя. Потому что если вы упускаете сегодня эту возможность в этом виде, в 1800, она вам придет в следующий раз, возможно, вам придет она в 500 рублей, возможно, вам придет она в 100 рублей, но и, возможно, она вам придет уже в X2, в X3. Поэтому берите эту возможность сейчас. Мы не о том, что мы берем то, что сейчас есть, когда можно будет подождать и что-то взять. Нет. Берите, ибо это возможность, и ее надо использовать прямо сейчас и забирать ее прямо сейчас. Потому что если бы я не нашел ее за 800 рублей, за 900, я бы ее взял за 1800 сегодня, завтра, послезавтра. Потому что рано или поздно осознание придет. И чтобы сократить этот срок осознания у вас, я вам говорю, что берите и делайте. Это инвестиция в себя. Это инвестиция в себя. Окей, если бы мы говорили о том, что у вас есть деньги, и вы бы брали то, что действительно не нужно. Например, у вас есть вещи, у вас есть штаны, куртка, футболка, кофта, ботинки, носки. У вас все есть, но вы хотите что-то еще. Выглядеть получше. Идете покупать вещи. Идете зачем-то в кино. Но окей, если вы не видели друзей полгода, по два раза в год их видите. Окей, вы можете пустить эти деньги, потому что это моменты. Но когда вы 2-4 на 7 с людьми, с которыми проводите время, и все равно идете куда-то развлекаться, нежели чтобы пустить эти средства в оборот, чтобы они приносили вам в дальнейшем пассивный доход, либо же просто пустить их в себя, это ненужная инвестиция. Она вам пользы не принесет. Она вам принесет, что, блин, вот это я стал красивее, на меня посмотрят. Это фигня, друзья. Это полная фигня. На вас посмотрят в действительности люди, которые будут заинтересованы в вас, во вашем внутреннем мире, а не внешнем. То, в чем вы одеты. Поэтому пускайте все возможности. Пусть, допустим, вы нашли курс, который хотите научиться английскому, допустим, выучить английский. И вы нашли курс, который стоит на месяц, ну пусть будет 5000 рублей, и вы такие, вау, блин, вот это шанс, надо пользоваться. Сейчас я его запомнил, и в скором времени найду, и по-любому залечу туда. В скором времени вы смотрите и не находите этих 5000 рублей, и курс стоит уже 10. Вы такие думаете, блин, надо найти по-любому, где тоже он был. И вы смотрите, и видите такую информацию, что акция, допустим, закончилась сегодня. Вы такие думаете, капец, окей, нафиг надо, тогда лучше сам буду учить. Найду знакомого, пусть он меня учит. Берите, если он стоит 10 тысяч, берите. Если на данный момент времени вам эти ресурсы нужны, то вы должны исп... Ну и долго ты будешь не мешать, дружище. Долго? Правильно, не надо. Так вот, о чем мы. Если вам на данный момент нужны ресурсы, допустим, того же самого английского, от чего вы, в частности, страствуете, и реально жаждете этого, то вы должны брать. Если, допустим, у вас осталось 11 тысяч, вы думаете, капец, что делать потом? Берите этот курс, потому что процесс, он слаще результата. Если вы к этому... Я хотел сделать это видео серьезным. Эй, друг! Эй, дружище! Продолжим. Если вам нужны эти ресурсы на данный момент, то вы должны брать и инвестировать все в себя, потому что в дальнейшем, в дальнейшем вам это вернется... Вы даже не должны думать о том, что вернется мне это или нет. Если вам это нужно, вы должны это забирать и инвестировать. Инвестировать. Инвестировать, инвестировать, и так постоянно. Если вы видите, что... Книга, допустим, с книгой, пример. Книга стоит 1100 рублей. Я ее нашел на сайте за 750 рублей. И... Приезжаю в Челябинск, искал ее где-то весь день, блин. В итоге под вечер захожу, и она стоит 1100. 1100. Я думаю, блин, вот это я попал. Так неохота переплачивать. Я спрашиваю, я ищу пути, чтобы урвать ее подешевле. На Авито залетаю 500, 400, 300, 200, 600. Но... Вселенная, опять-таки Вселенная глаголит, что, блин, дружище, не сегодня. И мне пишут, что, блин, время 9 часов, и надо ехать, и я не успеваю на автобус. Думаю, окей, ладно. И... Ко мне приходит ясность, что... 1100. Я заплачу эти деньги. Я заплачу эти деньги. Но... За эти деньги я буду усваивать информацию еще лучше. Так же, как и с любой вещью. Если вы берете это бесплатно, у вас это усваивается в разы хуже, нежели если вы берете это за деньги уже. Допустим, давайте пример еще один такой. Пример в примере. Вы записываете свой трек. Вы нашли знакомого, и бесплатно вам перепало записать трек. Вы записываете трек, выпускаете его, и он звучит. Он звучит, внимание. Но если вы записываете уже второй трек за деньги, если вы платите уже второй раз за минус, за бит, то второй раз будет лучше. Это... 100% ясно и понятно. Я думаю, даже никто не поспорит с этим, что если ты будешь платить за то, что ты делаешь, то ты будешь и ценить это в два раза больше, нежели ты будешь бесплатно это брать. Я взял эту книгу, я понял, что, блин, да, ну, 1100 рублей. Это, во-первых, инвестиция в себя, которая принесет мне в будущем знания, которые я могу применить, и которые принесут мне опять-таки пользу. Во-вторых, это то, что я буду ценить ее больше, чем я бы взял ее за 500 рублей на Авито. Потому что уже было бы, блин, во, наконец-то, 500 рублей, сэкономил. Все, теперь можно читать. Я бы ее читал не так, как сейчас. Вы можете посмотреть, у меня почти, почти на каждой странице закладка. Почти на каждой странице. И почти на каждой странице у меня есть 7 моментов. У меня есть вот такие вот темы. потому что я ценю ее. Я ее взял подороже, и я ее ценю. Так вот, и так же со всем. Вы должны понимать, что это инвестиция в себя. В первую очередь, инвестиция в себя, которая принесет тебе в дальнейшем пользу от того, что ты взял и воспользовался этой возможностью, сколько бы она тебе не стоила. Поэтому, друзья, обязательно, обязательно берите то, что вам нужно прямо сейчас. Не откладывайте, не думайте, что вам вы потом почте найдете. Потом уже может и не быть в таком виде, в каком она пришла вам в первый раз. Обязательно пиши в комментариях, если было полезно, я ставь лайк. Буду рад почитать ваше мнение. Ну и напоследок вам скажу, опять-таки, инвестируйте в себя. Это главный урок, который я опознал за эти дни. Инвестируйте в себя. И не ждите, что он придет. Это позже. Не придет, друзья. Не придет в том виде, в котором пришла в первый раз. До встречи в новом видосе. Вперед. Вперед. Инвестировать, инвестировать и еще раз инвестировать в себя и не жалеть об этом. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok